Всем привет, друзья! С вами сегодня Турия. Поговорим о новом немецком линкоре Пфальц, который вы сможете получить за жетончики. 250 жетонов вам нужно будет рейдовых для того, чтобы себе этот корабль заиметь. Новое событие — рейд во льдах. Вы также сможете получить командира Уварова за прохождение ОНОГа. В смысле рейда, а не командира. Ну и порядка жетонов, наверное, 150 плюс-минус вы сможете получить за боевые задания. 88 и 75. Да, даже больше 150 жетонов вы сможете получить. Но вам все равно придется додонатить. Таким образом, получить дополнительные жетоны вы сможете в Адмиралтействе, и цена корабля будет примерно как и цена обычной премиумной семерки. А на седьмом уровне у немцев уже есть тот же, например, Шарнхорст, да и, в общем-то, большое количество разного рода кораблей на седьмых есть уже премиумных. Поэтому ничего такого эдакого в этом плане ожидать не стоит. Что же такое фальц в игре «Мир кораблей»? Это Бавария шестого уровня. Корпус ничем не отличается. На которой установлены пушки от Шарнхорста и у которой, скажем так, разблокированы торпеды. Потому что, насколько я понимаю, на Баварии в базе как раз были торпедные аппараты. Но тогда не было этой схемы с доводкой-наводкой торпед, и в этом была определенная сложность. Сейчас у нас торпеды, помните, маневрируют при сбросе, и получается очень хорошие широкие углы сброса торпед имеют эти новые линкоры с подводными торпедными аппаратами. У нас 4 в носу, 4 в корме, очень такой широкий угол сброса, и еще одна торпеда в самом носу, то есть можно кидать вперед. Какие плюсы и минусы у корабля? Ну, честно говоря, установку орудия 283 мм я, наверное, скорее считаю минусом, чем плюсом. Потому что потеряет в пробитии. Все знают, что такое шармхорст, и что такое 283 мм, причем не самые точные 283 мм. К тому же здесь немножко усеченная, по сравнению с шармхорстом, дальность 18,1, по-моему, против 19,9 у шарика. Ну и перезарядка тоже на четверть больше, то есть количество орудий никак не скомпенсировало его огневую мощь. На четверть больше перезарядка, на четверть больше орудий. Что касается всего остального, собственно, тот же не самый быстрый корабль со специфической броней. А чем она специфическая? Тем, что любит ловить урон белый, как и все немцы. То есть не очень хорошо она отдает цитадели, но вот все, что попадает, застревает в этой немецкой многослойной броне. И часто именно вылетают пробития. И вы сможете наблюдать в этом бою американские линкоры и японцы хорошо попадают и просто белым уроном достают большое количество дамаги. Я в ответ частенько шармхорст, точнее, извините, фальц просто стреляет и бывает, что рикошетит, сквозит или, в общем, все как обычно. В целом, я не сказал бы, что есть какие-то супер значительные различия с шармхорстом в плане эффективности. То есть, ну, для тех, кто знает, что такое шармхорст, корабль тоже своими плюсами и минусами. Здесь, кстати, тоже установлен противоминный калибр 9,5 километров. Неплохо он стреляет, большое количество башен, но башни устаревшие. Это 105 миллиметров и 150 в бортовых казематах. В отличие от того же Гнезинау, на котором установлены 128-миллиметровые ПМК орудия, здесь такого нету. Но дополнительным плюсом можно назвать неплохую незаметность. По-моему, если брать по перкам, где-то в районе 12 километров можно ее сделать. Но это никак особо не спасает корабль, только лишь дает ему возможность просто подойти поближе. И вообще, в принципе, подойти поближе это про этот корабль, потому что издалека эти шармхорстовые орудия, они не слишком эффективны. И в любом случае придется подходить ближе нам с вами и воевать уже в ближнем бою. Поговорим тем временем про сборку корабля, что нам предлагают разработчики. На самом деле вариантов здесь не так уж и много, потому что здесь особо ничего и не придумаешь. Это классическая сборка в ПМК. Единственное, ну, это шестерка, здесь, собственно, особо ничего не добавишь. Я советую в последнее время брать вот эту вот аварийную команду модификации 1. Она неплохо повышает вашу живучесть, с учетом того, что теперь не нужно брать вот эту модерку. Она у вас как бы типа встроенная, потому что все ваше ПМК ремонтируется, когда только вы включаете ремку. Если по флагам все понятно, то по КЭПу нам предлагается здесь брать бдительности вместо противопожарки, брать мастера маскировки. Что я делать категорически не советую, потому что корабль, учитывая его небольшую дальность, будет часто находиться в ближнем бою и, соответственно, часто гореть. Что касается противоминного калибра, здесь такой же устаревший вариант, как на Шарнхорсте. Поэтому брать ли инерционку или нет, большой вопрос, но для пробития кораблей 32 мм плюс, то есть восьмерки и выше, она вам пригодится. Если вы играете, скажем, в рангах, то, в принципе, можно обойтись и без этого. И можно взять, например, бдительность. Здесь на ваш выбор и очень сильно зависит от того, где именно вы будете проводить большую часть боя. Подытоживая все вышесказанное, я не могу сказать, что фальц является плохим кораблем или, наоборот, имбой. Это достаточно сбалансированная лодка, которая имеет свои плюсы и минусы. Минус — это достаточно слабая броня на своем уровне и слабое вооружение. Плюс — это наличие торпед по сравнению с предыдущим уровнем. Ну и неплохой инвиз. Иными словами, для рандома против девяток, против которых он будет попадать, я думаю, что это будет не самым лучшим вашим приобретением. Ну а если вы будете играть с семерками в тех же самых ранговых боях, в принципе, не хуже, чем Шарнхорст грозит стать наш фальц. Поэтому, если у вас шарика нет и если вам нравится, может быть, геймплей того же «Гнезинау», вы можете рассмотреть этот корабль к покупке. Хотя, если честно, лично мне лучше «Гнезинау» из вот этих вот семерок немецких ничего нет. Для тех, кто понял, что это за корабль, ни на что его не променять. Вот такие пироги. А я, друзья, не оставлю вас без хорошей песни. Знаю, что в последнее время любите вы мои песенки. И, конечно, песня про фальц сейчас будет для вас. Скачать вы сможете ее в Телеграме. Ну и поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами Турри. Увидимся, как всегда, на стриме. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok